Добрый вечер! Как всегда в это время объектив позициям в студии Юрий Борщ. 10 сентября этого года состоится этнографический фестиваль «Жемчужина слабожанщины, Верхний Салтов, Аланские истоки». У нас в гостях историк Виктор Аксюнов и мастер спорта полёка-атлетики Ирина Рофи-Бикетова, которая более подробно расскажет об этом мероприятии. Но вначале мы посмотрим небольшой сюжет. Здравствуйте! Еще раз вопрос к вам обоим. Как возникла идея провести фестиваль? Наверное, после того, как Печенежское поле кануло в лето, наверное, может быть, не до конца, не знаю, может, когда-нибудь оно и возродится. Вот была потребность в таком этнографическом фестивале на территории Харьковской области. На самом деле возникновение этого фестиваля абсолютно неожиданное. Наша общезнакомая сейчас директор по фандрайзингу нашего фестиваля «Там дача» в Верхнем Салтове, поэтому и музей Верхний Салтов знали достаточно давно. И в какой-то момент директор благотворительного фонда «Харьков с тобой» Андрей Шейнин разговорился по-дружески с директором этого музея. Оказалось, что Любовь Анатольевна уже давно хочет создать мини-фестиваль на территории своего музея, но у нее не хватает денег. На следующий день Андрей Шейнин объявляет, что мы будем создавать фестиваль на территории археологического музея. Ну вот, как-то так началось. И тут вступают в бой археологи. Как вы восприняли эту идею? С энтузиазмом или с осторожностью? Ну, будем говорить так. Эта идея витала в воздухе, потому что таких мероприятий, ну, если мы берем, допустим, Харьковскую область, то их действительно очень мало. Так, наверное, не было. Ну, не было, да. В сказанном сюжете по местам археологических раскопок, наверное, такое… Ну, мы, так как мы копаем ежегодно, то к нам люди приходят, они смотрят. Ну, это, ну, будем так, единичные посетители. Бывают семьи, там, ну, это пять-десять человек пришло, допустим, за 20 дней, там, бывает больше. Но мы отрываемся, будем так от работы, и людям что-то рассказывать. Когда это вот сделать целенаправленно, это, конечно, более будет широкой способствовать популяризации, ну, опять же, истории места хотя бы, истории края и так далее. Это целенаправленно, а кроме того, это даст возможность действительно по-другому взглянуть на историю тех мест, которые мы хорошо знаем, в которых мы привыкли просто отдыхать. Вопрос там себе напрашивается, аланские истоки, кто такие аланы, Витер Сапанович? Ну, аланы, в данном случае, население, которое пришло, было переселено на нашу территорию во второй, в 30-х годах 9 века Северного Кавказа. Они здесь прожили недлительное время, где-то 150-200 лет, потом они ушли назад опять же. И, по сути дела, ну, это именно те племена, которые создали ту культуру, которая копается в Верснем Салтове. В принципе, аланское, это иранстоязычное население, оно пришло, грубо говоря, где-то в 7 веке до нашей территории современной Украины. И, по сути дела, где-то только в 8 веке начинают сменять тюркоязычные народы, которые, по сути дела, потом их господствуют. А вот аланское и индоиранское, будем так, корни, в славянском народе очень хорошо прослеживаются. Это, по сути дела, не из наших, будем так, предков очень отдаленных. То есть, истоки, это не просто так, название по-настоящему имеет подоплеку археологическую и историческую. Очень много из салтовской культуры, уже древнерусской культуры, было впитано, переработано. То есть, это какая-то подоснова. Считается, что даже часть аланского населения приняла формирование культуры Киевской Руси. То есть, есть и такая теория, она, в принципе, поддерживается, проявляется в предметах бытовых, то же самое там в керамике, в элементах украшения пояса и так далее. То есть, в данном случае, это наши предки, то есть, отдаленные. Вы сказали, что копаете, каждый год копаете много. Вот какие последние находки были обнаружены во время последних археологических экспедиций? Ну, копаем мы, ежегодно стараемся, копаем мы вместе с Харьковским национальным университетом и МИКО. Разве у нас совместная экспедиция? Копаем мы по 150, по 200 квадратных метров. То есть, площадь вроде бы небольшая, но у нас погребальные памяти находятся на глубине. Тут в этом году было по 4,5 метра. То есть, это огромные земляные работы. Будем говорить так, при минимальных физических силах современных землекопов в студентах, это в данном случае огромные физические затраты. Ну, а технику привлекать к этим вещам же нельзя. Ну, в принципе, нельзя. То есть, методика запрещает пройти раскопок. Но находки, они интересны, потому что каждый год что-то приносится интересное. Потому что, допустим, в этом году было найдено захоронение, допустим, детей. В принципе, что можно было детям положить? Ну, чаще всего минимальность захоронения. Но здесь их погребальную камеру закрыли камнем, будем так, размером 70 на 50, шириной 30 сантиметров, килограмм 70. То есть, это уже, будем так, настолько боялись видать умерших детей. Они были, ну, это социальные показатели. То есть, представители социального общества более высокого ранга. Вот они хоронили, в данном случае, такой камень использовали. То есть, не для всех рядовых, будем говорить так, взрослых людей использовали это. Ну, и сам материал интересный, потому что найдены там интересные предметы поясного набора. Керамики достаточно было, достаточно много, 4 сосуда на 4 камеры. Это достаточно высокий показатель. Рядом с вами черные археологи не встречаются? У нас черные археологи есть, но для них вот копать 4 метра в глубину, при этом неизвестно, что найдешь. Это все-таки, ну, они нас называют кротами, а себя не считают грачами. Почему? Потому что они по верху ходят, а собираешься сверху. Ну, грач умная птица. А крот – это слепой, глупый, вот надо помнить, он только может считать. Вот в данном случае это так. Что же увидят гости, да, во время, вот, если касается археологических раскопок, как вы будете вести? Увидели эту могилу, например, детей, либо что-то интересное вы не такое мистическое предложите? Ну, мы по просьбе, как-то уже это были планы, летом уже проговаривались, мы оставили одну незасыпанную катакомбу, которая позволит посмотреть, в данном случае, если она там сохранилась до этого времени, как проходила, глубина ее до трех метров, там, в районе, то есть можно будет, наверное, спуститься, посмотреть. Ну, и каменные заклады, вот именно те каменные плиты, песчаника, которые мы закрывали, сходы, мы оставили на поверхности, а их не забирали в музей, чтобы человек мог здесь посмотреть, как люди дотащили, непонятно, откуда этот камень, как его поставили. То есть будет, можно посмотреть именно то место, ну, есть остатки там, в данном случае, каких-то там погребальных сооружений на поверхности, их можно будет увидеть. Ну, это впервые, да, вот такие массовые раскопки на Верхнем Салтове представлены такому вниманию общественности, на обозрении. Я говорю, что вот именно той количеством, ну, вот в масштабах фестиваля впервые, то есть есть единичные, там, ну, групповые посетители, но их немного чаще всего. Это те, действительно, люди, живущих рядом, дачных кооперативов. Или, там, допустим, школьники из того же самого, там, если, как раньше, были, Пенерский лагерь, сейчас Дома отдыха есть, там, в районе Верхней Писарь, их приводят. Ну, это ж, опять же, это будет капля в море. Я понимаю, и решили вот, Ирина, к вам вопрос, да, и решили вот вы, да, в лице, ну, вы представляете, может быть, фонд «Харьков с тобой», да, решили сделать это более масштабно, более интересно. Ну, не только зрители увидят археологические раскопки. Чем еще будете их удивлять? Я знаю, там очень насыщенная спортивная такая составляющая праздника. Ну, кроме спортивной составляющей, еще будет очень много всего интересного. Одно из самых интересных, ну, как я считаю, это постановочные рыцарские бои, фулл контакт, то есть они будут полностью биться, считая, что почти что до крови, если можно так выразиться, конечно. Мечи у них будут не заостренные, чтобы избежать травм, но все-таки это будет довольно зрелищно. Кроме того, будет так называемый город мастеров, это большое количество мастер-классов, которые, ну, будут продемонстрированы, и будет концертная программа, фаер-шоу в конце фестиваля. Кроме того, будет полевая кухня для всех желающих, абсолютно бесплатная, и если кто-то захочет, то может подкрепиться. Ну, а гости смогут ли принять участие, что вы, вот мастер-классы, вы говорите, будут различные, что они смогут, чему они могут научиться, может быть, кончарному делу какому-то? Скорее всего, да, но основной упор, это, конечно, то, что можно сделать своими руками раньше всего, как это делать, то есть это украинские куклы-мотанки, это петраковская роспись, это роспись по писанкам, и очень мне интересные мастер-классы, работа с кожей и кожаными изделиями. Вообще мастер-классов очень много будет, это целый ряд. Это тоже все бесплатно? Да, абсолютно бесплатно. Как и стрельба из лука, я вот вижу, на вашей футболке изображен такой рыцарь, или как его назвать, да, воин. Агландский воин, да, который стреляет с лука, каждый сможет продемонстрировать свое умение, и что это будут за луки? Ну, это будут сейчас спортивные луки, потому что все-таки на старых луках, деревянных, не так удобно, как сейчас на спортивных. Это будут показательные выступления сначала спортсменов, и не только в стрельбе из лука, еще будет метание копья современного, и толкание ядра, и стрельба из арбалета. Потом, конечно же, каждый желающий, даже если он не умеет, сможет попробовать. То есть будут люди, которые покажут, как правильно делать, и каждый сможет себя пробовать. В конце это будет выглядеть как соревнование, и победители будут ждать призы. Призы тоже будут, да? Конечно, для победителей в соревнованиях. Масштабное мероприятие. Скажите, пожалуйста, Виктор Степанович, а сложно ли сделать аланский лук вот в оригинале, и попробовать из него стрелять? Нет, мы говорили, что только же будут стрелять со спортивного лука, простой лук. Сейчас у нас есть мастера в Харькове, которые делают и стреляют. Но, опять же, надо подобрать под нормальное дерево. Надо его обрезвенным образом обработать. То есть это, ну, то есть мы представляем себе, то есть это не просто собрал палку и натянул тетиву. То есть это самый примитивный лук. Аланский лук – это достаточно сложная конструкция, в котором было, ну, так, помимо дерева, присутствовали различные костяные там пластинки для жесткости и так далее. А тетивающего делалось? Ну, в данном случае, в данном случае, жилы, опять же, животных. То есть в данном случае это сложный процесс. Каждый делал под себя, опять же, под свою силу. То есть, знаете, размер лук подбирался. То есть любой лук, он индивидуальный. Ну, вот вам спортсмен скажет. Если сейчас спортсмену делается лук, то тогда каждый год делал сам или заказывал у мастера и подбирался. И длина плеч там. И, опять же, жесткость. Я думаю, сейчас хороший спортсмен, наверное, подбирает под себя лук. Наверное, каким-то образом модернизирует и усовершенствует его процессы. Ну, конечно. Сейчас в современных луках под каждую длину руки, под силу спортсмена лук подгоняется. И даже отклонение в сантиметры может быть на больших соревнованиях фатально. А стрельба из лука будет в стоячем положении? Либо можно будет со скоростью? Да, да, да. Нет. Я думаю, что будет только... Даже нет, не так. Я уверена, что будет только стрельба в мишень с положения стоя. Так гораздо безопаснее и тоже довольно интересно. Конь, это тут еще верховая езда. Тут это тоже мастерство. Ну, кони там будут присутствовать? Потому что Аланы без коней, наверное, это... Нет, ну, был же так. Элита аланского войска, конечно, были кони. Но была масса основная, это пешие воины. Виктор Степанович, не только в фестивале развлекательный, но еще и познавательный. Да, вот будет ли работать музей? Что там будет происходить? Значит, в музее существует экспозиция. Сейчас подготавливаются волонтеры, которые будут водить экскурсии. При этом они будут водить, часть экскурсии будут проходить именно на самой территории музея. Там три зала, посвященные археологии, один зал, посвященный этнографии. Потому что, будем так, на Салтовской крепости потом возникла Казацкая крепость. А казаки, это опять же, почему именно и Кукла Мотанка, почему опять там Петрокивская родственница. Потому что пришли, ну возникла бумага украинская казачество, они тоже вложили там, сделали свилет свой на верхнем Салтове. И будут экскурсии именно по местам раскопок. То есть, чтобы показать именно на месте. Потому что сейчас рассматривается то, что археологические памятки надо показывать в контексте окружающей среды. То есть, чтобы человек представлял, что в то же самое время здесь были такие же, ну будем так, природные условия. Чтобы человек себе мог представить, что вот в этих условиях, которые мы там считаем сейчас, они приспособлены только для отдыха. Древний человек или человек там раннего средневековья, он жив. Он занимался тем же самым там земледелием, скотоводством, там охотой. То есть, человек почувствовал себя сопричастный, ну историей в буквальном смысле слова. Не только вот археологический памятник, но и окружающая природа. Потому что, ну, как только природа меняется, Аланы подстинули нашу территорию в связи, наверное, по всей видимости, все-таки с климатическими изменениями, которые не позволили им заниматься тем хозяйством, которым они занимались, привыкли заниматься. Они вынуждены были уйти. А это говорит о том, что... Да численность Алана, а сколько было? Ну, на нашей территории, если брать вот все лесостепное, там часть салтово-майской культуры, ну, возможно, вот до 100 тысяч человек проживало. Но это, опять же, такие расчеты, будем так, они умозрительны, потому что мы знаем, допустим, количество памятников, среднюю продолжительность жизни, опять же, там средняя, ну, различные все, и приблизительно расчеты. Но, опять же, как это сейчас, 100 человек на 100 квадратных километров, может быть, а может быть и нет. Но, в принципе, численность была достаточно большая. Вот Ирина сказала о том, что будут различные мастер-классы уже, а будет ли мастер-класс по археологии? Смогут ли гости стать, ну, почувствовать, что такое быть настоящим кротом, как вы сказали? Нет, ну, я помню, это все, понимаете, это первый пробный камушек такой своеобразный шарик. Мы посмотрим. В перспективе, возможно, есть такое, что будут привлекаться люди, когда будут экспедиции, когда люди могут приехать и получат возможность во время экспедиции поработать в экспедиции, ну, почувствовать именно работу археолога, чтобы они почувствовали, что настоящая работа археолога отличается от фильма «Идиана Джонс». То есть, не пару раз кисточкой бахнул и хрустальный череп. То есть, это тяжелая физическая работа, чтобы человек попробовал. То есть, в перспективе такая остается. В этот раз, ну, у нас, я представляю, в данном случае, Харьковский исторический музей имени Николая Федоровича Солнцова, у нас есть мастер-класс для маленьких школьников, когда мы их приобщаем к тайной археологии, когда они пытаются там в ящичке что-то раскопать. Но это пока еще вот на уровне таких попыток и отработки, будем говорить так, программы. Но в перспективе, то есть, можно, конечно, выходить и на более широкую аудиторию. А в принципе, вот в Харьковском историческом музее существует такая программа, когда там тайная археология, вот именно там попытки еще в песочничке порыться, там и вспомнить себя есть такая программа. В рамках фестиваля, насколько мне известно, будет проходить еще круглый стол для музейных работников. Это уже более такая, ну, совмещение приятного с полезным. Ну, это одна из форм работы, когда, будем так, какой-то памятник, ну, будем так, историко-культурного значения включается в такой широкий контекст, так называемых, общественных связей. И попытаются приехать музейные работники и представить, что можно сделать в данном случае, улучшить в данном случае музей хотя бы в Верхнем Салтове, потому что памятники интересны. Но, как всегда, вы понимаете, культура у нас находится где-то там на задворках. Как улучшить, допустим, там, положение самого Верхнего Салтовского музея, чтобы он действительно представлял из себя более интересный. Потому что условия, находящиеся его в данном случае в такой туристической зоне, в зоне отдыха, он наполнен, по сути, его посещают только в период, когда люди там, ну, летом, ну, весна, немножко осени. Ну, существует еще зима. То есть надо как-то так подумать, чтобы можно было посмотреть не только, грубо говоря, там, летом, но и в другое время. То есть это более широкий такой выход, действительно, на такой, когда появляется музейный или там культурный центр, где-то там, ну, далеко относительно от Харькова, и куда действительно могут приезжать люди не только летом, но и действительно зимой. Для этого надо, во-вторых, что можно улучшить именно в обслуживании тех же самых посетителей, потому что все направлено на то, чтобы наши посетители, ну, было им интересно, чтобы они один раз побывав, они еще раз пришли. Вот в данном случае, возможно, это для поляризации создается именно вот эти вот Аланские игры, чтобы люди действительно, если все еще им аду будут, они уже знают, что там хорошо, они опять поедут. А идея Аланских игр, вот, собственно говоря, самой программы, вы же не просто проговорили на кухне, как в начале, ну, я условно говорю на кухне, встретились, поговорили, пообщались, решили воплотить в жизнь этот фестиваль. Как родилась идея, вот, настолько насыщенно его наполнить содержанием? Ну, все постепенно, конечно, начиналось. Как только это началось, мы сразу знали, что это должно быть не только археологическое, но и спортивное мероприятие, потому что так гораздо больше людей может заинтересовать. Еще, конечно, сыграло большую роль то, что Любовь Анатольевна, директор музея, уже имела некие контакты, когда планировала создавать свой маленький фестиваль. То есть это были и контакты с рыцарями, и с некоторыми мастерами хендмейда. Вот, поэтому, вот, основные идеи начали облекать вот такую интересную форму. Кроме того, существуют же наработки, допустим, там вот под Киевом есть, там парк Киевская Русь, там тоже такое отрабатывается. Мы делаем это впервые в Харьковску, ну, пытаемся, по крайней мере, это, по сути дела, пилотный проект запускается. Да сколько он пойдет? То, что фестиваль бесплатный, это очень хорошо, но существуют возможности для того же самого музея иметь свой дополнительный заработок, наверное, в форме, быть может, продажи сувениров, либо каким-то другим вопросом, потому что, наверное, финансирование не настолько хорошее, как бы хотелось. Ну, будем так, ведение коммерческой деятельности в государственных предприятиях, особенно культуры, это дело такое очень сложное, и, я так понимаю, не все на это рискнут. Ну, это, будем так, тут связано с различными законодательными моментами. То есть, продажи сувенирной продукции, тут стоит вопрос, ее надо изготовить для начала, потом ее продавать, а во-вторых, ну, мы знаем, что здесь уже приходят налоговые, все остальные. То есть, для начала надо действительно как-то начать с какого-то чего-то малого. Ну, судя по масштабу, это будет немало, это, я бог, оно все удастся. Последняя такая штрих к нашей беседе сегодняшней, музыкальная составляющая, фестивали, кто будет принимать участие, это будут этнографические коллективы, либо это популярные коллективы, роковые коллективы, кто? Ну, концерт будет очень длинный, это будет в течение всего фестиваля. Там будут и этно, и современная музыка. В основном это будут группы, мы старались приглашать из районов Харькова, это этнографические всякие группы, которые, в принципе, мне кажется, что очень на неплохом уровне играют, и мне кажется, что каждый сможет найти что-то для себя в этой музыке. Добраться до местного фестиваля, трансфера какого-то определенного не будет, добраться будет каждый сам, как может, да? Нет, уже некоторое время с Конного рынка до Верхнего Салтова есть маршрут автобуса, просто в день фестиваля мы добавим автобусы, они будут ходить каждые 45 минут, и, кстати, автобус – это единственная часть фестиваля, которая будет платной. Ну, за что-то нужно платить все равно. Ну, сейчас автобус ездит, грубо говоря, там, три раза в неделю, а теперь в один день будут идти через каждые 45 минут. Это достаточно серьезный прогресс, и, кроме того, это действительно привлечет людей. То есть, если будет еще и хорошая погода, то, пожалуйста. А если еще будет хороший кулиш, так это у вас будет полной. Нет, ну, местная администрация, надеюсь, позаботится. Спасибо большое, что рассказали о таком чудесном мероприятии, что вы возрождаете вот эти этнографические фестивали, которыми так славилась наша земля. А в гостях в «Объектив позиции» был Виктор Аксенов, историк, и мастер спорта по легкой атлетике Ирина Рофи-Бекетова. Мы говорили о фестивале «Жемчужины слабожанщины» в Верхнесалтном «Оландские истоки», который состоится 10 сентября. Мы всех приглашаем в время участия посетить этот уникальный фестиваль. Я же прощаюсь с вами. До следующего эфира.